Так, девочки и мальчики, сразу предупреждаю, поздороваюсь с вами позже, ну здравствуйте, конечно, но вот это все, оно будет позже в этом влоге. Влог состоит из двух частей, из той части, где есть Вика, и дальше из той части, где есть я, поэтому внимательно смотрим, без перемоток, от начала и до конца, только так вы будете все знать. А чтобы все знать, нужно немножко потрудиться, поэтому потрудитесь и смотрите без перемотки. Приятного просмотра. Всем привет, ну как видите, я здесь разошлась. В общем, что происходит, здесь грунт, здесь я уже пересадила помидоры, которые у меня отдельно стояли, и вот здесь я пересадила перцы. Соответственно, сейчас это дело отодвигаю сюда, это у меня уже посажено, и вот это все на очереди. Этот цветок пересажу в меньший горшок, здесь земля плохая, сюда, наверное, отправлю в больший горшок вот эту вещь. В общем, его отсюда тоже надо убрать, он у меня здесь с бенджамином. А тут у меня стояло, чтобы упускала корни, но корни почему-то нет, вот пустил корешок. Вот я думаю, то ли еще раз вот так вот обрезать и поставить в меньшую, чтобы, ну меньшую бутылочку, баночку, чтобы упустил корешки. А этот уже можно укоренить в грунт. Здесь у меня детский сад пополнения. Эту фигню отрезаю и пересаживаю. Ну, и тут тоже алоя. Не знаю, куда его отправить. Может отправить в этот горшок. В такой. И, в общем, у меня еще денежное дерево. И здесь я уже пересадила орхидею, сейчас ее поставлю на окошечко. Немножечко ей света дам. У нас солнца нету, пасмурно, поэтому я думаю, что ей должно быть комфортненько. Ну, пусть стоит. Только с утра наводила порядки. Все тут вымывала, все тут вычищала и завела вот эту грязную работу. Но рано или поздно это надо было сделать, поэтому лучше сейчас. Мои уехали в магазин, поэтому я их жду. Смонтировала, выложила вам влог свеженький. Хочу еще поприветствовать новых подписчиков, которые добавились у нас на канале. Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, вам у нас понравится, будет уютно. И мы не разочаруем вас нашими влогами, нашими видео. Мы показываем свою жизнь, как она у нас есть, без каких-то прикрас, при украшении. Мы не любим какие-то постановочные видео, какие-то наигранные сценарии. В общем, мы снимаем так, как у нас происходит. И хорошо, и плохо. Ну, в смысле, какие-то у нас моменты жизненные бывают. Поэтому мы вам показываем абсолютно все. И хочу вам пожелать приятного просмотра, хорошего настроения. И еще раз поблагодарить за то, что пришли к нам, подписались. И надеюсь, вы у нас все-таки задержитесь. Ну что, поехала дальше заниматься цветами. Проблема в том, что работа грязная, с камерой неудобно прыгать. Я уже вам покажу конечный результат, как она у нас будет после. Сейчас вы видели до. Тут двигается, позже покажу. Вот уже столько проделанной работы. Денежное дерево решила посадить вот в такую прямоугольную корыцу, чтобы ему было удобнее, красивее. А драцену тоже вот отдельно присадила. Пока я здесь занимаюсь садоводством, огородничеством, мы привезли вот такую вот ароматную курицу. И уже едят. Ну, пахнет вкусно. А на вкус? Да? Хорошая. Садись, кушай. Пап, это то, что ты хотел? Угу. Сегодня у нас загрузочный день. Деньчик милый. Еще тортик, девочки, тортик. Понравился нам этот сметанный Екатерина. Очень легкий, очень классный, не сладкущий. В общем, купили еще. Но это я попросила. Ну, немножко сегодня на шкоде. Фух, друзья, уморилась. И растянулась у меня это, походу, часа на три. Казалось бы, вот что с уборкой, что с посадкой цветов. В общем, хотела пересадить двое-трое помидоры, перцы. И, в общем, понеслось. Поехала. Один пакет с землей наполовину остался целый. Поэтому я подумала, ну, куда его оставлять? Лучше... Фокус пропал. Лучше я еще какой-то цветок посажу. И вот так вот. Следующий пакет, следующий, следующий. Работала без перчаток. У меня перчатки кончились. Пересадила все. У меня просто здесь сад. Огород. Наверное, огород нет и саду, потому что цветы даже из деревьев. В общем-то, картина маслом. Вот этот. Забываю я их всех названия, поэтому буду говорить этот, это, эти. Взяла, отпилила и пенечек поставила в водичку. Ну, вот, чтобы вам было видно. И сами их пустят корни. Я их потом пересажу в больший горшок. Наверное, вот в такой же коричневый. Пересадила этот. Чуть-чуть больше горшочек ему тоже дала светленький. Здесь был бенджамин. Я ему верхушку обкорнала. Все лишние и пасынки, и что там были, я тоже пообкорнала. Убрала от него, помните, здесь было алоэ. Выбросила, потому что она там сильно корявая. Да мне то, что есть, мне хватит. В общем-то, буду кроману формировать. Хочу, чтобы не в рост шел, а вот такой круглой шапочкой. Будет такой некий бонсай у меня расти. Сюда давно думала, таким способом посадить денежное дерево. И тоже буду его формировать. Потом чикну верхушечки, чтобы была такая грядочка-шапочка, чтобы, знаете, аккуратненько не вверх, как кто куда, а вот именно шапочкой. Пересадила этот. Это, по-моему, вот этот же. Да. В общем, пересадила, обновила землю, убрала все лишнее. Помидорцы тоже встали сюда. Поставила палочку, закрепила, чтобы стояли. Смотрите, все. Уши подняли, плотненькие, хорошенькие. Здесь у меня перцы дружненько стоят, 4 в ряд. Тоже, в общем, там будут жить-поживать. Собственно говоря, вот мое алоэ. Я вот думаю, может, ему тоже вот эти ветки ободрать или пусть будут. А то совсем уж лысый будет. В общем, здесь пересадила в больший горшок. Пересадила драцену, луковичку. Но вот эти вот луковичные убрала лишние ростки, чтобы не сосали из него жизнь. И с новой землей пусть хорошо растет. И здесь у меня астрочки стоят. В общем, тоже пусть растут. Лишние горшки помыла. Здесь залила хлоркой. Сейчас я не подсохну. Тут тоже все хлорочкой пройдусь, чтобы было чистенько, чтобы не было ботулизма. Ну что, друзья, Вика молодец. Насмотревшись блогеров с огородами, не выдержала душа поэта. Но давно этим пора было заняться. Я все откладывала, откладывала. Но вот в итоге сегодня этим делом я довольна выполнила. Тут у меня тоже растет колосица. Надо будет. Я имею в виду вот здесь. Нужно будет Лиану, наверное, тоже ободрать. Пересадить, рассадить. Она у меня такая жирненькая, хорошенькая была. Потом что-то зачахла. Этот к вечеру поднимает свои уши. Тогда вот как темно становится, он распускается и такой пушистый. Сейчас вот такого вида стоит. Ну и я полью. Игорь покупал вот такие вот удобрения. Наверное, постоят мне пять. И, наверное, я их этими удобрениями пролью. Как вы думаете? Мне кажется, надо будет подкормить. Здесь подруженька немножко начинает выравниваться. Тут и помея у нас бедненькая. Холодно ей. Очень ей там холодно, конечно. Ну и перцем тоже. Ну что делать, если летом такое? Видите, она уже хочет виться. Пока у нее три таких хороших. Вон, выпрыгнула стрелочки с усиками. И остальные пока стоят, ждут тепло. В общем так. Сим. Симка у нас шикарная. Ой, вообще порода. Порода. Да, у меня уже здесь закат. Ай, друзья, заслужила Вика тортика сегодня. Ай, нанне, нанне. Обязательно я вам покажу с чайком. Хух. Пойду разносить все по местам. Протирать. И я свободна. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, цыпочки. Как дела, девочки? Привет, волкам. На самом деле, на том видео, где мы думали, как здороваться с мужчинами. В общем, я предположил несколько вариантов. Нам предложили наш подписчик. Предложил интересный вариант. Притом, к этому есть предисловие. И, собственно, я вам сейчас это расскажу. Ну, по поводу того, как приветствовать мужчин на нашем канале. Нашел. В общем, предложил Муса. Муса у нас очень активный подписчик, который общается с другими подписчиками нашего канала в комментариях. И мне очень нравится. Он пишет развернутые комментарии и всегда выражает свои мысли, что, ну, очень приятно на самом деле. В общем, Муса предложил называть наших мужчин, которые подписаны на наш канал и смотрят наши видео, волками. Но волки здесь с позитивной стороны. Объясню, почему. Так вот, волчары, в общем, всем привет. И у меня для вас всякие интересные новости. Новостей на самом деле достаточное количество для того, чтобы даже я начал, ну, как бы даже, в смысле, я начал вести, в общем, влог. Дело все в том, что у Вики возникли проблемы по-женски. Она попала в больницу, это было вчера. Вчера вечером экстренном я ее увез, ее там приняли, положили. И на данный момент, то есть на следующий день, сегодня, мы уже с Сашей у нее были в гостях. Ну, в смысле, там, через окошко пообщались. С ней уже все в порядке, она сейчас лежит, ее там чем-то колят, еще чем-то кормят. И вроде как на недельку. Вот, неделя у нас, получается, без мамы. Но это не все. Саша уехала к друзьям, тоже на недельку. Она недельку потусуется, поживет с друзьями. И, в принципе, мы были с Викой не против совершенно. Она, хоть и ребенок, конечно, для нас, но дочь уже взрослая, поэтому мы ей позволяем такие вещи. Я остался один на хозяйстве. Пока инструкций никаких не получал. Ну, и, в принципе, сам знаешь, чем мне заниматься и что мне делать. Например, завтра я планирую сделать помазку, помазилку из свеклы. Вика ее уже сварила, оставила. То есть, мне там нужно кое-что доделать. Она мне объяснит, как я все это сделаю. Ну, и, соответственно, вам, конечно же, покажу. Все это выйдет в одном влоге. Влоги будут выходить немножко реже. Скорее всего, через день. Потому что, ну, у меня не получается так, как у Вики ударно вкалывать на этом поприще. Но я буду стараться изо всех сил и все, что смогу, буду делать для вас. В общем, друзья, не унываем. С Викой все в порядке. С Сашей все в порядке. Я в доме один. Со мной только Сим. Вот он лежит, ждет, пока я ему насыплю. Знаете, вот у котов есть такая тема. Если в миске видно дно, то значит, корма нет. В общем, у Симы корма нет. Сейчас покажу. Видите? Вот это корма нет. И он такой мурк и пришел ко мне, типа, что, ты меня кормить сейчас будешь? Да, Симочка, сейчас я тебя покормлю. В общем-то, поменяю воду и насыплю ему свежего корма. Ну, и на этом у меня сегодня домашние дела, в принципе, заканчиваются. Надо будет разложить посудомойку, сложить туда то, что мы с Сашей сегодня наели. И все. Завтра у меня последний рабочий день на одной из работ. Я ухожу там в отпуск. Соответственно, дел и заказов будет меньше. Временем немного больше. Но заниматься особо нечем. Если у меня получится кое-каких денег заработать, то я, наверное, куплю уголки. Займусь досками, ну, наверное, за неделю. Ну, не знаю, обещать не буду, потому что еще неизвестно, как все сложится. Но постараюсь, наверное, все-таки сделать кладовку. Такие дела. Продолжаем жить. Я вас, конечно, немножко запутал. Ну, это и понятно. Викуля монтирует обычно, и все у нее сложенно и слаженно. Но я вам сейчас подскажу немножко. Смотрите, сегодня следующий день, после того, как я объявил о том, что Викуля у нас в больнице. И, собственно, я проснулся, занялся монтажом. Вот, занимаюсь. И в это видео, вот в это, я вставил вставочку в самом начале, что монтирую я. Чтобы вы сильно не придирались. Вот, сегодняшний день, чем ознаменован. Сегодняшний день, чем я буду заниматься. Ознаменован. В общем, мне нужно Викули завести по списку. Она мне накидала там бананы. Ну, вот такой, знаете, по мелочи, чай, там, туалетную бумагу она попросила. Вот. Ну, у них там в больнице движняк. При том, она мне позвонила, говорит, слушай, у нас тут вообще пинды какой-то. Не выпускают из палац, запретили. У них там какой-то работник, оказывается, была контактной с кем-то контактным. В контакте. Ну, вы понимаете, по какой теме в контакте. И поэтому сейчас весь медперсонал практически убрали. Она, говорит, оставили только врачей, там, и пару медсестер. И, говорит, мы все заперты в палатах. Везде все стены все обрабатывают. И, говорит, срочно, срочно. Вот я, говорит, сейчас долеживаю, наверное, до пятницы. В пятницу уже выпишут. Это прям хорошее. Вот плохие новости. То, что вот контактная с контактным. А хорошее то, что в пятницу Викуля уже вернется домой. Я ее уже обрадовал. Говорит, ну что, как раз отлично. Возвращаешься и делаем уборочку дома. Вот. А мы с вами съездим в Ленту. Я по ленте с камерой ходить не буду. Но я еще не настолько метр съемок. Я, наверное, сниму немножко из, собственно, машины. Как я пойду. И потом, наверное, подсниму, как я оттуда вернулся. И покажу, что купил. Потом я завезу это Викули. Наверное, вам немножко покажу, попробую. Если там всякие, знаете, не ходят в костюмах ОЗК и так далее. А костюм ОЗК это вообще войсковой защитный костюм. Домой я потом приеду. После этого всего работы у меня никакой нет. Мне нужно заскочить в одну контору, расписаться. Мне позвонили. И все. Вечером, ну, тут тоже есть чем по мелочи заниматься. Но я думаю, вечером я вам еще включусь. Так что давайте, не унывайте. Хорошего дня. И до новых встреч. Так, друзья мои хорошие. Продолжаем записывать наши влоги. Едем сейчас в ленту. Викули нужно купить в больницу всякое. И я именно за этим сейчас и покатился. Собственно, погода сегодня, на удивление, хорошая. До обеда, ну, до 12, до 11 шел дождь. Сейчас вылезло солнышко. Все подправило. Ой, я только темненький, слушайте. А сейчас нельзя, да, что-то там про черное. Вы в теме вот этой фигурины, которая в США происходит, да? Про чернокожих, про темных, про все это. Про расизм. Там прямо это очень жестко развилось. Я удивлен, что так серьезно все происходит. И самое интересное, до нас, ну, доносят наши СМИ новости, которые нашим СМИ удобны. Это мы уже все понимаем. Надеюсь, все понимаем, да? Так вот, все очень печально. Но при этом как-то же они живут. Что-то у них там. Ну, там беда прямо. И если вам интересно развить эту тему, и вообще любую другую тему, вы мне сообщайте. И я, в принципе, могу вас поддержать. Пишите просто в комментариях, и там мы с вами уже это дело сможем обсудить. Так, остановились. Пропускаем пешеходов. На смитафоре. И дальше, я не знаю, насколько хорошо меня слышно, потому что... Так, зеленый. Потому что, ну, как бы, я не часто вот так записываю. В общем, еду я в ленту. Тут что-то затрудно тему, да, расизма. Зачем? Ну, о чем-то же надо пока это. В Свекуле все в порядке. Сразу вам говорю, чтобы не задавали какие-то странных вопросов и не пугались сами. В Свекуле все в порядке. Как бы, я, насколько это возможно, ей помогаю. Ну, вот, только что она сказала, что у них там сегодня какой-то прям совсем шиндец. Не знаю, как это все пройдет. Буду передавать ей все эти передавочки. Передавочку передавать. Да. Я немного против света. Я темный. Но вы, как бы, не ругайтесь. Я же не профессиональный блогер, как Витюк, Викуля. Я, ну, такое просто на подхвате помогаю. Сейчас приедем в ленту, купим бананы. Там у меня, в общем, есть список. Я по нему посмотрю, что ей нужно докупить. Все это сложим в пакет. И поедем в больницу ей отдавать. Я надеюсь, что сейчас я смогу это сделать. Потому что, ну, хочется чем раньше, тем лучше. Не затягивать это дело до вечера там и так далее. А вот этот велосипедист правильный. Ну, который, знаете, переходит через дорогу, ведя с собой велосипед. Я считаю, как? Если я не прав, то можете меня поправить. Смотрите, если пешеходный переход регулируемый, ну, то есть там, где есть светофор, да, и вот всему потоку включился красный, а пешеходом включился зеленый, то велосипедист может переехать его на велосипеде. Но если пешеходный переход нерегулируемый, то велосипедист обязан спешиться, то есть встать на свои две ножки, взять велосипедик и везти его вместе с собой через пешеходный переход. И вот это будет правильно. Батарейка садится, поэтому я сейчас отключаюсь. Едем ленту. Вот такой вид на небо. Вот знаете, я заметил, и Викули вам показывает небо. И я показываю, но реально очень красиво и серьезно. Вот, а я уже захожу в полосу и притормаживаю, чтобы повернуть на парковку ленты. В ленте я сделаю необходимые покупки, ну и как принесу, вам их продемонстрирую. В магазин строго в маске. Ну, вот только что из магазина пришел. И, собственно, вот. Значит, полотенце бумажное она попросила. Бананы зеленые. Ну, любит она зеленые бананы. Они безвкусные для меня вообще. Я не знаю, как она их любит. И вода. Вика очень много пьет. Воды всегда. В общем, бананы зеленые, ну, это прям беда. Ой, сниму. Единственный вариант поесть бананов у нас дома, это дождаться, пока зеленые бананы станут желтыми. Тогда их можно уже есть. Ну, потому что вот это, ну, эту траву. Ну, вика вот любит именно такие. И... Не знаю, у кого какие странные пристрастия. Вот есть вот такие какие-то вот, ну, типа вот зеленые бананы. Или там, я не знаю, там зеленые помидоры. Ну, в общем, пишите. Мне интересно просто узнать. И я вам поотвечаю в комментариях на эту тему. Собственно, все. Я все, что нужно, купил. И сейчас поеду Викуле все это отдавать. Она сказала, что надо попытаться сначала через окошко. И, типа, если она поймет, что, ну, типа, засада, тогда отдать на рецепшене, так сказать. В общем, передать эту посылку. Вот. И я сейчас еду туда. Ну, а там посмотрим с вами. Вот больница. В общем, я иду. И сейчас Вике буду передавать, собственно, посылочку. Тут вообще все в знаках биологической опасности. И все такое, все опасно. Я не знаю, слушайте, ветер дует. Я надеюсь, меня слышно. Сейчас продемонстрирую. Вот такие знаки коронные. В общем, несу прямо к окошку. Дальше скажу, что получилось. То есть, обмен успешно произведен. Ну, вот тут все в этих знаках. Все в масках. И, собственно, видимо, не просто так. Так, я тоже в маске. Ну, все, я в машину и домой. А, нет, еще на одну работу съезжу. Мне нужно там посмотреть, как у меня сервер работают. Если все в порядке, то домой сразу. Если нет, то починить и домой. Ну, я думаю, вам даже покажу. Приехал вот такое интересное место. Видите, у нас какие красоты делают на электробудках. На этих. Вот. И сейчас я пойду проверю серверы. Ну, и покажу вам, что у меня там такое. Собственно, вот мое хозяйство здесь. Я проверяю вот этот сервер. На его работу. Работоспособность, чтобы он был включен всегда. Это DNS сервер. Если интересно, могу рассказать чуть позже. Тут кондиционер не работает. Ну, это тоже, я не знаю, зачем. В общем, вот такое хозяйство. Кратко про работу, да, про DNS сервер. Хоть кратко. Понятно, что я компьютерщик, и мне все просто. Но для вас кратко. DNS сервер – это сервер, который отвечает за то, что вы вводите в строке поиска своего, допустим, браузера. Ну, то есть там, где вы в интернете сидите. Вы вводите, например, Яндекс.ру, или там текст какой-то пишете. Компьютер обращается к этому серверу. Этот сервер ему дает специальный адрес того сайта, который вы запросили. И таким образом этот адрес отрабатывается, и вам на компьютер потом показывается уже необходимая вам информация. То есть это очень необходимое звено в работе локальной вычислительной сети. Вот так, кратко. Я сейчас все сделал абсолютно. И, в принципе, я уже готов ехать домой и оседать. Так что я, наверное, так и сделаю. Я сейчас приеду домой, займусь оформлением влога, выложу его и посмотрю, что у меня там по материалу на следующий влог. В общем-то, я с вами, вы со мной. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok